Виктория Александровна, мы с вами общаемся в период двух необычных праздников. Почему необычных? Потому что посвящены они тем людям, которые эти праздники создают. 25 марта день работников культуры, 27 день театра. Скажите, сколько объектов культуры на сегодняшний день в нашем городе? В городском округе Орехово-Зуево на настоящий момент 11 объектов культуры. Это и учреждения культуры, это клубы, дворцы культуры, это чудесная школа искусств, это музей, это выставочный зал, это библиотеки. Ну и, конечно, наш прекрасный зимний театр, в котором мы сейчас с вами находимся. В своей должности вы относительно недавно, хотя вы выходец из культуры сама, скажите, пожалуйста, как знакомились со своими коллегами, не будем называть их подчиненными, и есть ли какие-то планы на будущее, может быть, что-то хотите изменить? Мне, наверное, в этой сфере очень сильно повезло, потому что со многими своими коллегами я знакома была довольно давно, именно тогда, когда мы работали вместе. И я очень надеюсь, что именно этот фактор стал таким основным связующим для того, чтобы мы организовали такую новую команду, потому что я не устаю повторять о том, что мы команда, и мы все призваны работать на радость людям. Со всеми довольно теплые взаимоотношения, потому что я знаю, насколько профессионалы работают в каждом учреждении культуры, и насколько большущий есть у каждого из них потенциал. Поэтому кардинально менять, конечно, нет, но новшества, какие-то новые идеи, инновации, новые творческие проекты, конечно, несомненно. Вы, как руководитель, какой тактики в работе придерживаетесь? Я очень стараюсь, чтобы наш коллектив был очень дружным, потому что именно профессионально-дружеские связи, они, наверное, самые, даже не то, что позитивные, они, наверное, именно они толкают на какие-то свершения, на творческие порывы. Но в любом случае руководитель есть руководитель, и поэтому деловые отношения абсолютно. Дом культуры на площади Пушкина. В преддверии капитального ремонта скажите, что предстоит сделать, когда начнутся работы, и будут ли какие-то нововведения, может быть, в одежде сцены или еще в чем-то другом? Да, мы готовим дом культуры на площади Пушкина к ремонтным работам. Мы очень тщательно идем к ним. Работы начнутся уже в этом году. Очень радостно, что облик этого дома, он будет исторически повторен. Мы прошли всевозможные экспертизы, экспертизы именно в плане визуального изображения этого дома культуры. Ну и, конечно, это будет суперсовременный дом культуры. Мы очень рады, что абсолютно вся техническая база будет обновлена. Конечно, будет очень красивый зрительный зал. Более того, в следующем году у нас даже пройдут там, ну, так скажем, ландшафтные работы вокруг этого дома культуры. Мы очень хотим, чтобы это место, площадь Пушкина, ну и как учреждение такое очень приятное на площади Пушкина, как дом культуры, был точкой притяжения не только детей, которые занимаются там в кружках, но и не только юношества, не только тех людей, которые ходят в творческие какие-то коллективы, но и старшего поколения. Потому что, прежде всего, любое учреждение культуры нацелено на то, чтобы принимать гостей, принимать зрителей. Потому что, что есть зрительный зал, если нет зрителей, конечно. Ну и хотелось бы поговорить в завершении беседы о фестивале Морозов. Скажите, что предстоит сделать, чем организаторы удивят жителей Орехова-Зуева? В 2019 году в России объявлен год театра. Конечно, зная, что нам досталось такое достояние, как Зимний театр, и такая богатейшая история связана с Саввей Морозовым, как одним из самых великих меценатов России. Мы особенно тщательно готовились к этому году. Фестиваль Морозов – это, наверное, самая большая точка, самый большой праздник, который будет проведен у нас в городе, но эти мероприятия не ограничиваются только этим фестивалем. 20 марта у нас прошел замечательный совершенно фестиваль, инклюзивный фестиваль «Добрый город» на базе Зимнего театра. Будет еще череда некоторых мероприятий, связанных тоже с театральным сезоном в нашем городе. Ну и основной фестиваль, он пройдет вперед с 26 мая по 1 июня. Совершенно потрясающе, но специально для этого фестиваля написана пьеса по истории нашего города с названием «Морозов». Эта пьеса будет показана на сцене нашего Зимнего театра в день открытия фестиваля 26 мая. Мы очень надеемся, что эта пьеса станет брендовой в Зимнем театре. Она будет показана не единожды, она будет показана и на открытии театрального фестиваля осенью, который начнется с Днем города в сентябре месяце. Ну и вообще потом станет такой именитой пьесой в нашем городе. Ну и кроме этого, мы ждем в гости драматические театры, мы ждем в гости Московскую областную филармонию. Кстати говоря, совершенно удивительно, но Максим Дунаевский одним из первых откликнулся на то, что он хочет приехать в наш город. Причем в третий раз уже. Да, его очень любят, его очень тепло воспринимают, и он приедет со специальной программой «Дунаевский на Дунаевской» в рамках нашего фестиваля. То есть это будет музыкальная программа с песнями из театральных постановок. Ну и все секреты я пока не открываю, но в любом случае наш праздник закончится 1 июня. Это всем известный день защиты детей, поэтому этот день у нас будет такой театральный. Театральный посвящен детству. Это будет большой городской праздник. Спасибо вам большое. Я от всей телерадиокомпании «Реховы Зуевы» от себя лично хочу поздравить вас с профессиональными праздниками. Пожелать вам творческого долголетия и неиссякаемой энергии. Спасибо. Спасибо.